В Бурятии передали штормовое предупреждение. По сообщениям Бурятского гидрометеоцентра, по республике ожидается снег, по Прибайкалью сильные снегопады. Также стоит ждать усиления северо-западного ветра, метели, заносы с последующим понижением температуры воздуха на 10 и более градусов. На дорогах гололедицы и накаты. Сотрудники МЧС рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния и выходов на туристические маршруты. Лес рубят, щепки летят, а тем, кто рубил, теперь срок мотать. В Яравне осудили преступную группу, вырубившую лес на 10 миллионов рублей. Дровосеков было четверо, 50-летний лидер группировки определял места вырубки, после чего отвозил своих младших подельников в лес, снабжая техникой и бензопилами. Также организатор предоставлял сообщникам липовые документы, якобы разрешающие рубку. Вырубленные деревья в дальнейшем сбывали в пункт приема и отгрузки леса. Организатор сам распределял криминальный доход. За год лесному фонду причинен ущерб порядка 10 миллионов рублей. Суд назначил некоторым участникам группы наказание в виде лишения свободы на сроке 4-3,2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу. Бурятия в числе последних в рейтинге отсутствия вредных привычек среди регионов страны. В лидерах Чечня и Дагестан. В конце списка регионы Сибири и Дальнего Востока свидетельствует исследование РИА Новости. Рейтинг за прошлый год регионов России по отсутствию вредных привычек подготовлен экспертами на основе данных официальной статистики. При его расчете учитывалось потребление табачных изделий, продажа алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от причин, вызванных употреблением спиртного, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами. Бурятия заняла в этом списке 71 место из 85 регионов. Отметим, что наши соседи из Читы, на 81-м, а Иркутск на 66-м. Дмитрий Гомбоев, Новости дня.